Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и Эдуарда Сарксяна. Поздоровайся. Всем привет! В общем, этим видео начинаем серию командных игр, потому что командный турнир я провожу опять в группе. В этот раз в компании с Эдуардом Сарксяном он меня позвал в свою команду. Он у нас капитаном, так что если какие-то проблемы или что, я буду на него всё сваливать. Очень удобно я устроился, в принципе. Сначала идёт у нас групповой турнир. Три группы по пять участников, то есть как минимум четыре матча. Причём дальше проходят первые четыре команды, так что если мы не займём последнее место, у нас ещё как минимум две игры будет. Потому что дальше будет на выбывание, но Double Elimination. То есть один раз можно будет проиграть ещё. Надеюсь, мы тут смогём выстоять. Но сейчас, по-моему, игра будет сложная. Потому что рандом наций выдал нашим соперникам очень неплохие нации. В данном случае Майя и Рим. А мы играем за Карфаген и Корею. Почему в данном случае? Потому что мы играем с агрессивными варварами и без городов-государств. Ну и сейчас у нас карта Север-Юг. Поэтому здесь очень важно будет золото. А золото у нас частенько берётся от религии. И религию, скорее всего, первыми, опять же, в данном случае, примет Майя. У них будет золото. А бонусы наших наций? Ну, хорошо, я вот, может быть, смогу построить библиотеку в столице. Но дальше вряд ли у меня будет много науки у корейцев. И уникальные юниты. Ну, морской юнит тут вряд ли вообще поможет. Потому что вряд ли тут будет море хоть какое-то. В общем, мы заново начали. Потому что наши соперники не поставили в настройках карты питбосс. Конечно, тоже мы виноваты. Ну, то есть, проверять всё надо. Но, в первую очередь, они, конечно. Я всё на других сваливаю. Проблема в том, что если ты не поставил питбосс, то при выходе из игры ходят твои юниты. То есть, считается, что ты вышел из игры, компьютер здесь начинает ходить, и он на твоём ходу сразу двигает юниты. А так как при загрузке сейва, в принципе, кто-то не ходит, то кому-то надо выходить. И получается, что на таком раннем ходу у тебя ходят юниты, нападают просто без вариантов продолжить. Поэтому начинаем заново. Хотя мне очень нравилось место Карфагена. Я не знаю, в плюс ли нам будет эта переделка. Ну, с другой стороны, мы не знаем, какое там место было у них, у соперников. Опять у меня какая-то пустыня. Тоже чем-то похоже на первый раз. Мрамор. Так, а у тебя что? Ну, похуже, конечно. Ну, смотри, вон у тебя море есть. Не хочешь вот прыгнуть? Лучше, мне кажется, дуболомом надо было вот на тот холм рядом с морем прыгнуть, посмотреть. Хотя... Ну, они просто внизу, я поэтому... Ну, ты знаешь, это вообще-то не факт. Ты не видишь края ни сверху, ни снизу. Это не факт, что они внизу. Так, ну, тогда вы видите. Так, тут сунгра, но вверху... Ну, это ничего не значит. А север-юг тут, знаешь, мало... Мало правдивого. Так, глянем, что у нас тут. О! Синай. Синай. Как насчет того, что прям к Синаю и пойти? Ну, вот, да, я об этом говорю. Тем более тут пшеница будет, да и холмы. Только не прямо у Синая поставить, а может, вот рядом с пшеницей на побережье? Ой, на побережье, на... Хотя, блин, это не холм. То есть на пустыне вот ближе к Синаю, да? А может, вот в этом и в середине? На пустыне между пшеницей и холмом, где у меня воин стоит. Вот на Пуйме, на Пуйме. С левой стороны. С левой стороны от реки, да. Давай. Но это не холм. Хотелось бы вообще-то, знаешь, в таких играх желательно на холме ставить город. Ладно, я пока типа туда пойду. А сейчас еще следующим ходом гляну воинам, что тут... Что тут да как. Вокруг, хотя... Вообще, шаг, поселение этих варваров. Да, вообще при агрессивных варварах очень-очень рекомендуется ходить поселенцам без охраны. И вообще... Некуда, на холм ниже, да, вот где он стоит, как думаешь? Тебе? Да, еды вообще нет. Еды нет, да. Ну... Наверное, туда все. Наверное, все-таки там, где он стоит. Нет, ну, варвары ставить там... Блин, или поставить, может, на холм, где у меня воин только что стоял. В этом там где-то сейчас стоит. А? Ставить там, где сейчас? В этом радость. Ну да, типа, ну все равно... Не, ладно, поставлю. Тут. Обойдемся. Обойдемся уже без... Холма в этот раз. Сейчас я еще, правда, прыгну воином на холм вот влево. Гляну, если там будет какая-нибудь еда. Нет, еды тут нету. Опа, мая. Ну, откуда он пришел снизу? А, снизу? Да. Ну вот, религия наша. Понимаешь, как нам свезло тут? Да. Тут уже... Да-да, с компессором холм в лидии. Ну. Так, значит, они снизу все-таки, действительно. Ты был прав. Надо разведать в первую очередь места между нами, чтобы понять, как ставить города. А вот и рим. Походу, у нас дуэлька будет. Две дуэльки. Две дуэльки. Да? Блин, ну я тогда плохо стою. С меня... На меня тут легко нападать. Мне там... Ну, ну мрамор просто надо город ставить. Не. Да, а мне надо, видимо, в сторону ему ставить. Ну, мая меня перекидывает. Ну, хоть на этот раз, главное, очень не повезти. Блин, да, рим меня перекликивает. Ладно, вообще, если нет, чем будет, не повезти. Что, что, блин, ты так... Блин, а тут уже... То есть, семь клеток между столицами у вас. Да, то есть, я вряд ли смогу. Но, может, поставлю вот в сторону. Блин, тут надо разведать территорию и понимать... То есть, прямо между нами уже город не поставишь. Уж что раз, два, три... Ну, у овец где-то получается. Да, либо у овец, ну и либо чуть левее. Но надо города ставить. В общем, очень зря я не поставил на холм, потому что тут важнее производство. А производство больше у Рима на два. На два молотка. О, ну вот сон нашел. Ой, блин. Пошли в копейщиков опять. Так, лошадей нету, отлично. А, у тебя есть, у тебя есть. Это хорошо. Блин, боюсь я прыгать, смотреть римский город, потому что он меня перекликивает. Выживу ли я? Ну, вообще, если я на холм... Ну, если я на холм прыгну, то не так много я получу урона. Получу, конечно, но... Так, он на холме, конечно, стоит. У меня столь лима не очень. Так что видно. Мне нужно 75 золота, чтобы Синай купить. Ну, а шо, у меня, типа, хорошее место, разве? Что-то варваров, кстати, не видно до сих пор ни одно. Да, конечно, город сам не догадается присоединить... Синай, ну, еще одни лоски, да. С этим радиусом. О, очень неплохо. А вот двум, кстати, коляски не очень важны. Да, так понимаешь? Причем, к самом деле, что ты даже их можешь строить. И у тебя тут нормально будет проход. Да, переходы будем облуживать. Так что нам надо в коляске идти и... Блин, у него уже два дуболома. Блин. То есть, на момент они не строили. Ну, почему? Вполне могли построить. Значит, у Рима больше производства, чем у меня. Серьезно, у Майя производство какое? Майя поменял, наверное, посилу строить. У него 7 было, так что. Значит, посилу строить, да. Будут мне под полицию строить. А мы с тобой последние по производству. Класс. Где варвары-то? Надеюсь, ты их включил. Да, да, что ли. Да, включены. Как ни странно. Это он выставил дуболомов, чтобы я туда, может, посила не пошел ставить. Да, пушай. То есть, он туда планирует был. А, ну. Ну, куда-то планирует, не знаю. О, наконец-то. Ну, рядом с ними. Слушай, найди ты где-нибудь этого, Майя. Тебе, наверное, знаешь, тебе надо между солью и мрамором поставить город второй. Да, да. Это, наверное, я начну уже посилу строить, если тут. И мне кажется, надо армию строить, потому что, ну, варвары, они не дремлют все равно. О, а вот у меня где-нибудь. Ну, вот он, Майя, он строит точно посилу и идет сюда. Ну, так а ты строй армию и убьешь его посила, захватишь. Как бы в этом идея. Тем более, сейчас мы откроем копейщиков и сможем копейщиков начать строить. Блин, 11 производства у Рима. Неужели тоже уже посила строит? Отлично, у меня железо. Это очень хорошо. Все-таки дополнительный молоточек лишним не бывает. Семь. Угу, уже будем. Походу... Слышишь, в связи с тем, что Майя теперь последний по производству, наверное, он уже построил посила. Хотя, как-то быстро, блин. Ну, что, спасалось, чтобы хватить. Привести его сколько-то. А, не просто, просто Майя волю не принял. А мы приняли. Ну, по-второму я имею в виду. Ну, куда он попал? Ну, может, ну, может, еще позже поставим, может, на следующем... А, вон его город, да. Ну, вот видишь, проиграл ты гонку. Тебе надо было не распылять так юниты вокруг. Видишь, он сейчас там поставит. И очень неплохо, кстати, поставит. То есть, он отрезал... Ну, как, ты еще можешь, в принципе, вот... Вбок, если проведешь? Ну, как-то, я не знаю, стоит ли. Не, ну, не одним, конечно. Я в том плане, что может где-то в другом месте поставить. Наверное, римлянин будет пытаться куда-то вот сюда везти тоже посело. Что у нас с армией? Я первый по армии. Значит, это вот вся армия, которая у Рима есть. Ясненько. Так, давай... Ну, давай амбар, ладно. Да, я бы тоже тут вот хотел бы город поставить. В принципе. Ну, вот видишь холм, где вот римские эти стоят? Ну, давай посиделиться сходу? Не знаю. Не, я просто... Я сейчас хочу все-таки армию построить и не дать, просто римлянину сюда что-либо поставить. Ну, вот неправ ты был тактически. Надо было там собраться вот вместе и просто не давать ему подходить. Он бы ближе где-то поставил. Ну, слишком быстро появился поставить. Это так... Ну, согласись же, это было понятно, что он строит посел. Это ж не стало для тебя откровением. Мы ж это поняли давно. Ну, вот я вот тут встану, например, и... Рядом с Римом. И не знаю, как ему подходить. Никак. Да что я вам все про стратегии, да про стратегии. Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2GIS. Кстати, а вы в курсе, что 2GIS может сориентировать вас не только на улицах города, но и в торговых центрах? Подробная карта с указанием магазинов, кафе и парковок значительно упростит ваш шоппинг и, возможно, убережет от ненужных покупок. Правда, к сожалению, не во всех городах пока это работает, но в самых крупных точно. Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы. 2GIS, если быть точным. Да, где тебе лучше город тогда ставить, получается? Ну, у тебя получается... У трюфеля. А? Наверное, у трюфеля получается. Вот, на холме под горой, рядом с трюфелями. Ну, наверное. Угу, лучника построил. Так. Ну, ладно, все равно, наверное, прыгать сюда на лес. А, ведет посело, блин. Он же гад. Ну, как его устанавливать? Ну, сейчас посмотрим, как он походит. Взял. Взял. Но одного дуболома я убил Но смогу ли я убить второго? Так, он отошел Так, и куда, и что? Почему он туда посила поставил? Пока он не может город поставить Ни в каком виде Ага Не, ну если он там поставит Меня как бы это не расстраивает Ну вот, Майя уже Пантеон приняли Я не расчитал То есть, все-таки в моем случае Строительство армии Оказалось более верным решением Чем его Строительство посила Ну пока, во всяком случае Посмотрим, как он тут будет бегать, конечно Ну он тут на овцах, наверное, поставит На холм лучше Ну вот видишь, он потерял ход Отлично Так, следующим ходом я приму Честь Вот он тут настроил лучников В то время, как я настроил Копейщиков То есть, я его лучников Сейчас буду Щелкать Аки орешки Так, в общем, у меня тут стрим Ой Может в мои слоны пойдут Слушай, его еще и варвары Смотри, что с стримом происходит Видишь? Ты, может, продавишь его? Лучников Ну, лучников у меня нету Так, в слоны говоришь? Ну, давай в слоны пойдем Чем плохо Давай попробуем Да, может Сработает Нам Это не помешает Вон куда он повел Если он там поставит город Меня вот это не расстроит Пускай Так, принимаю честь И Очки сейчас буду Набивать С варваров Для посела Я посела сразу взял Уверен? Я уже взял Ну, я понял Ну, ты уверен Все по своему выборе Думаю, да Отбивать место надо Обратно пошел Слушай, он с этим поселом Ну, короче, он сейчас потеряет его, походу Там, видимо Варвары его прессуют Конкретно Так, ну В общем, твоя задача от Майя Как-то Отбиваться Потому что пока я тебе помочь не могу Я тебе рекомендую Что мы сейчас откроем коляски И начинать строить коляски Ну, пусть он Построй, конечно Нет, пока отбиваешь Нормально Блин, поставил таки Да Да Ну, пусть он КОНЕЦ 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 производство у Maya в 2 раза больше, чем у меня но у рима он а ну они два города поставили дачу это я удивляюсь блин что-то у меня варвары закончились на которых ну что он не даст я туда посела провести а где пусил то вот я поставил на мой а третьего ты решил не строить а зачем ты строишь лучника не коляске например а точно думаешь он даст тебе пройти там на себя ну и еще одну мою поставил на побережье на полу может мне там город поставить где ты хотел типа в сторону мая ну в общем подумал я пока еще нету вообще ни одного убить ему этого лучника не убить да его там варвары снизу хорошенько прессуют римлянина имею ввиду ну не берут но их-то много с другой стороны если он взял честь то конечно ему это культурка идет рим часть не право ну а да думаю так это хорошо тогда это хорошо ну блин и не убежал и не полечился так чё-то лаги какие-то начались нездоровые нездоровые а я вот тут поставлю город да мы то там хаан на каанин да ну видимо они вышли в метколуки пока мы идем в твоих слонов а а а Интересно, куда это он вел посел, римлянин. У меня посел 4 хода строится, что, по-моему, очень хорошо. Ну, нам, в общем, надо после этих коней, после слонов тоже пытаться. Мазалоки? Да. Мазалоки? сейчас тут на home поставлю скаута и он мне будет засвечивать все блин у меня счастье нету тебя случайно нет ничего там блин нам календарь нужно открыться и у тебя мой блин а у них счастье есть блин суши нам надо в календарь нафиг эти метка луки иначе мы тут рабочий вставить не знаю только сначала к ним подходи чтобы они минус 10 процентов силы получали а потом уж атакуй блин не успел все такой медленная ну зато у меня рабочий теперь есть взял посел да я не знаю почему он как-то выставил посела прям посередине рима в мою сторону типа и защитил его лучником типа набери ну я и взял что я буду против что ли да я тогда смогу хоть апельсинки обработать ну что я видимо пойду вам блин уже чеченицу там поставил ну и куда мне город меня спасать один шторм учился отлично блин пока я тут понимаешь рим побеждают это ну и к и как тебе помогать это же есть кинуть мысли я конечно там город сейчас в твою сторону поставлю ну как ты до такого довел да и и все единственная ошибка просто что ты дал майя вот это тиканье поставить да потому что бегал вот тут дуболомом тут открывал место тоже вот сконцентрировать тебя достаточно смотри поставить например дуболома на овец и на том месте где ты не можешь собственно вот город майя стоял да например просто поставить их в защиту пускай там он копьеметателями обстрелил тебя было бы время провести ну конечно тоже как бы майя молодец он строил посела даже не взяв коллективное управление ну 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 У меня наконец-то Синай Сборозки еще нет, да? У меня минус 1, если я поставлю город, получается минус 5, наверное, не стоит У меня тоже будет минус 5, я сейчас город поставлю, но я хоть попытаюсь как-то отвлечь Ну я боюсь Да, я попытаюсь хоть как-то отвлечь Ну так думаешь, ставить или нет город? Смотри, там наверху А ты не хочешь прямо на сервер? Давай на сервер поставлю На сервер, тогда ничего не потеряю Ну блин, место, конечно... А, слушай, и не будут к тебе проплывы, ты не сможешь их, например, морскими караванами Четыре хода Блин, плохо все Надо бежать лошадей обрабатывать и строить коляски Бежать лошадей обрабатывать и строить коляски Бежать лошадей обрабатывать и строить коляски бегут мои копейщики к тебе на помощь надеюсь добегут он вылечил его еще главное в текали даже этот построил даже стену построил чем отбиться помогут 4 хода плантация блин тебе нужен рабочий слушай ты лучше в утике рабочего построить тебе этот дуболом не сделает погоды а вот обработать вино там и прочее это будет хорошо блин но он явно армию строит что у нас по армии что он нам говорит демография копейщик мой конечно умрет не получилось мне его к тебе ну я его подставлю может под выстрелы его пускаю хоть копейщика убивает чем идет к тебе но отступи до блин не успел копейщиком этим походить о метколуки римские подоспели откуда у тебя золото постоянно нет у меня счастья нету так я к тебе копейщика не поведу он мне это счастье нужно мне самому счастье в виде копейщика имею ввиду так пантеон я вот думаю мне взять на пустыню или все-таки хил рядом с городами чтобы мне быстрее был так так а у рима только два города у рима только два города доверия но вашей дуэли посильнее. Ну, конечно, я сильнее, но я не могу его продавить, потому что у него, видишь, он вышел в более лучшие воинские подразделения, чем я. Более того, по производству мы явно равны, несмотря на то, что у меня три города. Да, мы равны. Я, главное, не понимаю, почему у меня никаких варваров нет. Он там набивает культуру с варваров, а я сижу ничего не набиваю. О, у меня генерал. Вот я не очень понимаю, зачем сейчас пошел Рим в атаку, честно говоря. Ты что, Майор подарил ему свои войска, что ли? А как он ему мог подарить? Они же далеко. Симон подарил им как-то сбоку привел бы, наверное. Ты зачем там бегаешь слоном? Ты лучше собирай войска иди там. Да, по-никалению я сейчас... Чеченицу. Вот чеченицу ты реально можешь взять, даже копейщиками и слоном, потому что она, ну, в ложбинке. А если Майя пойдет там какой-нибудь джинь-джиу мой брать, знаешь, это будет неприятно. Ну копей, я песню слону. Э, что там за лаги начались? Слышно меня? Нет, тебя слышно. В игре лаги начались. Тебя-то слышно. Ну вот как думаешь, слонов или копейщик? Лучше. Слоны, я думаю. А сколько по ходам? Пять ходов, восемь ходов. Да, слоны дорогие, конечно. Ну, в данном случае слоны... Слоны, я думаю. Блин, четыре хода литкалуки. Да, неплохо лечится, конечно. Мне очень нравится. Плюс пятьдесят вход. Ну, я говорил, что Майя пойдет на меня. Они сейчас джин-джу возьмут. Тебе знаешь, что в данном случае даже лучше было натикалити? Наверное. Хотя нет, там стена нет, ладно. Там стена нет, нет. И амбар, походу, был в бухине. Да, тут нужны крайние меры. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 не соображу я что делать ну как-никак медколуков может не знаю строить и обстреливать его с холмов тоже блин офигенно его метка луки конечно стреляют ой блин блин может коляски уже так стоят строить боюсь я посел лучше там тут производство сделаю подстава и давай пойдем в оптику тут вариант высадится там не пофигу у меня нету науки так что конечно давай пойдем в оптику но но иди сам я поставил кашу оптику на у меня но у саймс так что ну лечись блин а 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 не знаю а 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 ну походу тут все нет трех копейщиков убила за этот ход а а а а а а а ну разделил ну ты видишь что он как-то без проблем может армию сюда привести меня атаковать а ты ничего сделать не можешь еще дал чеченицу там построить а а а а с одной стороны обход в город с другой стороны на подморин а а а а а а а а что там вообще-то без вариантов как мы там могли бы сыграть мы бы не заиграли но вообще-то такая партия не знаешь тут тут тебя майя просто тактически сделал он раньше поставил город лучше вот и все причем тут молодец поставил крепость какая ты умница а о а а а а Ну все, он пошел уже в атаку на столицу Они главная честь еще не приняли Так может у меня тут Вообще барбара не была в этой игре Не, Рим они доставали Рим там очень расстроенный был по поводу варваров Буду с тобой честен Ну вот, половину Сеула сняли Правда я не вижу, чем они собираются его брать Ну как-то ему долговато будет идти Есть еще шансы, значит, у нас Пока А смысл? У него есть генералы Что мне ставить крепость? Крепость тут рояли не сыграет Да, и вот сыграло еще роль, что я не... Не поставил... Не на холме город поставил Все, у Сеула Здоровья нет Вон копейщик То есть, по идее, еще два хода у нас осталось и все Все, у нас есть генералы 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 Ну вторая армия, она стоит без дела Ну как без дела, он боится, чтоб ты не напал Ты не совсем без дела У меня просто с кучкой малого, по-моему Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну блин Ты хоть там как-то пытаешься, я не знаю, что-то сделать Да, просто надо Ты только, пожалуйста, ты не сливай только армию просто так, хорошо? Хорошо Ты, конечно, пытайся пробиться, но если ты теряешь при этом юниты, а Майя не теряет, то это минус, это плохо Ну Вот, он сейчас будет тут пытаться крепость поставить Ну, фаст клик Ну, все, можно сдаваться Тут я уже не вывезу Я поставил, где мой генерал? Ну, все, можно сдаваться Блин, так все-таки жалко Вот, один поставленный город И как ты дальше не воюй Он посередине отрезал нас Видите, получается Три клетки То есть он очень Вообще без проблем сдерживает Фаген То есть, не знаю, там Мне кажется, Эдуард все, что угодно там мог построить И он бы не смог тут прорваться И он может своей армией Спокойно просто ко мне подходить И Заниматься всяким непотребством О, еще и религия основана Ну, если бы на меня не нападали Я мог бы, конечно, Синай Обрабатывать Но В этих условиях Невозможно Ну, а что мне делать? Ну, а что мне делать? О, генерал Блин, не могу поставить А нет Попробую Блин, не могу поставить ну не сомневаюсь что это помешает как-то мая взять сеул он сейчас уж запрыгнет копейщиком и на этом все я могу поставить такая коляску знаю правда долго ли она проживет и что ну мне кажется вот это он зря так сделал ну блин все еще хоть у меня тебе слон бы прорвался какая какое счастье да да немножко неискушенные в нападении на города но блин все равно не возьмут тут как-то без вариантов особых вот эти обстреливает вовсю остался скаут ну он копейщик еще один но правда этот копейщик следующим ходом взять не сможет тут мы погодим немного отсрочим так сказать падение но дело в том что пока у нас нападают они развиваются я не развиваюсь например вообще никак я вижу что карфаген по ходу тоже так 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 тем более у меня армию убивают постепенно тут я уже ничего сделать не могу так что я думаю остался вот следующим ходом наверное все-таки возьмется город я попробую следующим ходом вот про атаковать скаутом городом и колесницей но ты мне три хода надо сделать мая наверно два только тут он еще рим будет обстреливать так что да да во всем река виновата да лишь одна она виновата мой убил ничего себе ну еще раз еще есть несколько ходов блин ну знаете мне вообще эта игра нравится честно говоря буду честен ну то есть я вот я не чувствую знаешь какой-то там вины что я проигрываю потому что ну вот такая ситуация произошла а то что я отдыхаю долго да да ну во всех наших поражениях и всегда эдуард виноват мы мышка видимо хотел сказать может может мыска не мыска ну транслитом видишь шани написал ох а смотри варвары грабят эти крепости у варвары грабят эти крепости а метко луков строю не посел нужен мне нужен третий город а раз мы отбились то у нас как бы есть шанс немного покуролесить блин мне тут варвары сейчас счастье лишат хотя хотя нет не лишат блин 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 суши я просто сейчас сам бы офигение то что я пока отбился и блин Конечно, сейчас придет еще армия Майя, но уже не так все плохо на сегодняшний день. Так, у тебя там метколуки уже есть, да? То есть, в принципе, можно на текаль нападать. У Рима тут вообще печалька из-за варваров. Три и два. Варваров, тысяч. Да, так у нее нет вообще армии. Фу, слушай. Ну, что у нас по армии в демографии? Ну, у Майя, конечно, прилично. Я на втором месте, и я отстаю на 11 тысяч. У меня 17 тысяч. У меня 19, 180. Ох. Это что, рабочий Рима? Интересненько. А у тебя нету никаких дополнительных? Ты лошадей обрабатываешь. Иди лучше... Слушай, мне следующим ходом нужно будет счастье. У тебя плохо там со счастьем? У меня минус один, но, наверное, тебе не жмем. Но у меня будет минус три. Если я город поставлю, минус три станет. Слушай, а что они взяли, кстати, в религии что-то? Либо в золоне обрабатывали. А, плюс сто золота. Ну, конечно, плюс сто золота – это классно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Блин, ну Еще одного генерала тащит Боже, когда у меня генерал будет Ну, должен, он, наверное, уже должен принять честь Или он с закрытия воли взял Нет у него чести Нет, ну, он не Куда-нибудь, сука, генерала, блин Поставил Все, привел копейщика КОНЕЦ Нет, занят Так, блин А мы оптику открыли, ты там собирался высаживаться? Или уже решил не высаживаться? Да, но он уже, уже не откладывается Ну и нафига мы оптику открывали? Вот еще одна ошибка Попробую подтикать Ну что там проиграли? Ну что там проиграли? Блин Они уже трех копейщиков миксил при... при... это... Они лошади оттуда, а вот тут все гарбер То есть мы оттуда, то есть гарбер Попробую подтикать Продолжение следует... 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 У тебя нормальное было производственное место, которое позволило бы построить армию. Так что даже, может быть, если бы ты не строил, а вот этим дуболом, которым ты тут бегал, соединил его с другой своей армией и поставил вот тут. Повел туда, чтобы прийти к столице и перехватить посеву. Мне хотелось сказать, но не подошел к посеву, потому что он очень быстро построил. Наверное, то, как появился второй рейтинг, он начал строить ботовую. Ну, вот правильно. И он потратил ресурсы на это дело, а ты бы потратил на армию. И даже вот тут находясь, то есть можно возразить, что ты бы поставил, он бы тебя обстреливал своими копьеметателями. Копьеметатели слабее, чем лучники, во-первых. А во-вторых, когда юниты стоят на холме в защите, их очень долго надо колупать, чтобы их оттуда, ну, убрать. Ну, а так, во-вторых, надо бы долго заберевать. Да. Тем более, что ты строишь все равно армию, подводишь, обошел бы тут этих копьеметателей по коцу. То есть вот это самое главное тактическое, конечно, тактический пробеж. И все, и дальше они просто вдвоем меня тут колупали. Да, и ты никак не можешь, понимаешь, тут достаточно было майя двух юнитов, и он еще чеченицу хорошо поставил, что-то, типа, ты прорваться никак не можешь. Он попытался сначала карфаген взять, но карфаген не получилось, все, пошел на меня. Все верно. Они бы намного быстрее еще меня взяли, если бы немножко, ну... Если бы с вами пошли. Если бы лучше воевали, ну, там тоже есть всякие проблемы, но тактически, стратегически все было сыграно для них верно. Я не скажу, что у них там места как-то лучше или у нас хуже. Мне надо было город ставить на холме, конечно. Блин, да, каждый раз вот это думаешь, вот, может, лучше так поставить, так... Не, надо было на холме ставить и не придумывать ничего. Хотя бы вот на этом холме, где, кстати, железо потом появилось. Нормально было бы тут поставить, потом бы Синай ничего не сыграл в итоге. Ну да, но откуда там верхних лет не было бы. Не врусь. Синай, конечно, неплохо помог, в том плане, что я взял очень хороший пантеон. У меня плюс 50 просто лечились юниты. Мне очень помогло. Им сложно было, я просто обставлялся вокруг города юнитами, и сложно было. Ну, немножко оттянуло взятие. Да, но самое главное это вот тут, конечно. Да, решил. Я не думаю, что важнее было посело строить, чем армию. Просто если бы армия была в кулаке, и мы бы раньше прочекали, что вот это тактическое место, вот это более важно стратегически, тогда было бы все намного проще. Я этим воинам еще хотел увидеть столицу, понять, куда ставить этот город, насколько это важное место, поэтому он обошел. А так... У меня был один разведчик, один лучник, один воин. Ну и, конечно, офигенная... Я справил армию. Слышишь, офигенная карта, конечно, сгенерировалась. У Карфагена просто три клетки выхода на всю остальную территорию, и все. Блин, слушай, знаешь, что мы забыли? То, что ты чем в горы мог бегать, да. Я у меня генерал поздно появился, да. Так тебе, нам не надо было открывать оптику, тебе надо было просто взять генерала с этого, с чести, и все. Не надо было там идти... Не надо было тебе третью волю брать, то есть не надо было там рабочего открывать. Надо было сразу брать этого генерала, или как-то так. Соответственно, естественно, ты тут не мог ничего набить с варваров, потому что их просто тут у тебя мало было. Им к тебе зайти не очень хорошо было. Хотя так ты мог действительно генерал... И вот в сутике, вот перепрыгиваешь через эту гору, идешь тут... У Каза Поленко, да. Вот это важная штука, конечно. То есть он тебя, конечно, тут запер, но ты мог спокойно просто воспользоваться другим ходом. И вот сюда... Кто там тоже там дежурили войска? Он, наверное, высадки ждал. Или опять же генерал с горка, и ждал атаки. Там всегда был один, как и не пасили очень. Стали на городах. Ну, в общем, вот такая игра. В принципе, было интересно. Тренировка неплохая. Видишь, будет... Будет наука, что как важно знать места, где ставить город, и как важно отгонять... Не распылять армию на такой карте все-таки. Желательно как-то вместе держать и воспользоваться этим. Ну, все. Спасибо за игру тогда. Тебе спасибо. До следующего года. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...